Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Оксана. Сегодня я буду акварелью рисовать ландшафт. Я надеюсь, что вы смотрели мое предыдущее видео, а это значит, что вы знакомы с этой кисточкой. Это китайская кисточка. Она была в наборе. Предположительно, это кисть из усов крысы. И позже я буду использовать другую кисточку, маленькую. И эта маленькая кисточка будет из волка. Несколько человек написали мне в комментариях, что нельзя верить китайским производителям, что может быть написано одно, а на самом деле эти кисти сделаны из совсем другого материала. Все может быть. Но факт тот, что мне эта кисть и все другие кисти, которые есть в этом наборе, понравились. Так что даже если меня обманули, эти кисти сделали из чего-то, что мне нравится. Бумага, которую я сегодня использую, это опять бумага фирмы B. B. Это целлюлезная бумага. Это не самая лучшая бумага, но, кстати, дорогая. Краски, которые я сегодня использую, это фирма QOR. Это акварель фирмы Golden. Цвет я буду брать случайно, куда кисточка попадет, поэтому мне тяжело комментировать насчет цвета. Но я вам скажу так, что бледный-желтый – это моя новая краска. Я ее только недавно купила. Она мне очень понравилась. Она внешне похожа на натуральную сиену, но она называется Transparent Yellow Oxide. Прозрачный-желтый оксид. Я так понимаю, железо. Потом более такая оранжевая краска – это прозрачный-оранжевый. Потом такая светло-голубенькая – это Manganese Blue. Фиолетовый – это Dioxazine. И красная по-английски называется Scarlet. Может быть, Transparent Scarlet – это Алая. В описании я поместила ссылку на видео, которое мне понравилось. Это видео китайского художника, который живет в Америке. Его зовут Хенри Ли. И на этом видео он дал две кисточки американскому художнику, который первый раз в своей жизни будет рисовать этими кисточками. И, конечно же, он будет рисовать в своем обыкновенном стиле. И это очень интересно. Кисточки там будут из крысиных усов. А бумага тоже очень интересная. Бумага, сделанная из материала, который называется Hemp по-английски. Это, в принципе, конопля или марихуана. Эта бумага только сейчас начинает появляться на американском рынке. Ну и как-то очень медленно идет. Я бы не сказала, что американским акварелистам эта бумага нравится. Она впитывает краску в себя. В общем, то видео очень интересное. Хотите, посмотрите. К сожалению, речь идет на английском языке. И автор не поставил субтитры. Так что узнать, о чем они говорят, вам будет тяжело. Ну вот, мой задний план уже готов. Это по принципу, чем больше наляпано, тем лучше. Но все равно, конечно, какие-то хорошие принципы здесь есть. Например, сочетание теплого, холодного, сочетание светлого и темного. А также сочетание противоположного цвета, желтого и фиолетового. У меня там есть сочетание красного и зеленого, но, как вы видите, этот красный как-то поглотился, что ли. Он высыхает очень бледно, по сравнению с оранжевым, по крайней мере. На хорошем хлопке вот такие водяные пятна, это не проблема. Они высохнут равномерно, не давая никаких разводов. На целлюлезной бумаге, везде, где есть излишек мокроты, будет такое пятно, которое здесь называют цветочная капуста. Калофлава. И если вы хотите избежать эти пятна, то эту воду надо сливать куда-то в одно место. Вот, например, на край бумаги. Некоторые сливают в угол, но в связи с этим будет нарушаться то, что там есть. Но потом аккуратненько кисточкой надо вымакивать. И я вам хочу сказать, что эти китайские кисточки очень хорошо это делают. Вообще, посмотрите, как легко из этой кисточки сделать плоскую кисточку. В прямом смысле слова, пару раз провести вот так. По бумаге или еще почему-нибудь. Я использую спанч. И, смотрите, получается замечательная плоская кисточка с достаточно ровным краем. Ворса лезет. И я брезгую трогать эту кисточку руками. Так что я, когда надо вытягивать ворсу, то всегда пользуюсь полотенцем. Я прочитала много разных комментариев по поводу китайских кисточек. Я имею в виду не мои комментарии, а там, где их продают, покупают. То, в принципе, в китайских кисточках это нормально. Даже в очень дорогих кисточках люди пишут, что лезет ворса. Ну, конечно, лезет не так сильно. Там одна-две ворсинки на каждую картину. Это не так уж и много. Мой задний план сейчас совершенно сухой. Я высушила это феном, чтобы долго не ждать. И, в принципе, с таким задним планом можно рисовать все, что угодно. Лимит – это наша фантазия. Я планировала делать ландшафт. Сейчас я готовлю краску для горизонта. И горизонт пойдет где-то на 1 третьей, может быть, чуть-чуть выше внизу. В принципе, это не так важно. Обычно горизонт не делают посредине. Делают либо 1 третье вверху, и тогда у вас больше земли. И там, получается, больше композиции должно быть. Но очень часто горизонт делают внизу. Вот примерно 1 третья. И такие привычки вышли из голландской школы. И мы говорим о 1400 какой-то там год. В Голландии было принято показывать очень много неба, облака, там вся эта драма. Вообще, все, что мы делаем, все, чему нас учили, да и учат сейчас, это, в принципе, теория маленькой группы людей. Я имею в виду не просто людей, а художников, конечно. А если взять другие территории, например, Китай, с громадным количеством человек и громадным количеством художников по сравнению с Европой, скажем. Индия, то же самое, громадное количество людей, чуть ли не каждый второй художник. Арабские страны. Африка. Россия, кстати. Это потом Россия адаптировала европейскую культуру и европейское искусство. А до этого у России был совершенно свой независимый стиль искусства. Я совсем недавно прочитала книгу китайского автора о перспективе. Поразительное восприятие у этих людей. Они рисуют перспективу так, как ее видит птица. То есть они представляют, как птица летает над ландшафтом, и как эта птица видит эту перспективу. И вот это все они помещают в одну работу. Ну это, конечно, традиционная китайская живопись. Сейчас достаточно китайских художников, которые работают что-то между китайским стилем и европейским стилем. Ну вот, мой задний план, в принципе, готов. Я так и не решила, что это у меня сзади, деревья или горы. Для меня было главное на заднем плане сделать серые какие-то пятна. А там уже зритель сам может фантазировать, что это такое. Вот здесь будет вода, но она мне не нужна такая зелено-голубая. Неестественная, скажем так. И я хочу, чтобы эта вода плавно вошла в берег на переднем плане, чтобы не было четкой границы. Чтобы не было это четко видно. Чтобы глаза все-таки смотрели вот туда, на дальний план. И что я делаю сейчас? Я тонирую эту воду серым. Оно не будет такое темное, когда высохнет. И потом я буду добавлять другие зеленые оттенки, которые будут давать более естественный вид. Но это все у меня в планах. Вы же понимаете, что у акварели есть своя голова на плечах, скажем так. И акварель очень часто меняет наши планы и заставляет нас делать что-то другое. И я вам хочу сказать, что видео не ускоренное. Это работа и вправду такая быстрая. Единственное, что я вырезал, это те моменты, когда я пользовалась феном для того, чтобы высушить эту краску. Этот красивый зеленый, это Green Gold. У QOR такой красивый Green Gold, зелено-золотой. В принципе, для меня QOR началось вот именно с этого цвета. Green Gold. Что мне дали бесплатно попробовать маленький тюбик вот этого Green Gold. И мне так понравился этот цвет и вообще краска, что я попросил еще какие-то экземпляры. И они мне прислали по почте такое, как типа книжечка, и там точки выдавлены разных красок. Я все эти точки попробовал, и мне понравилась. Она быстро растворялась, эта краска. И очень красиво, ярко высохла. И при всем этом прозрачная. Ну, потом вы уже знаете. Если вы смотрите мои видео, то вы знаете. Потом я купил пачечку с... По-моему, там было 6 тюбиков краски. Называется High Chroma. Потом еще одну пачечку, еще 6 тюбиков краски. Потом докупила какие-то другие тюбики. Ну вот, теперь у меня полный набор. Единственное, что мне не нравится, так это их название. Оно какое-то незвучное. QOR. Не знаю, почему они не захотели придумать что-то такое романтичное. Наверное, вы удивляетесь, что я так расписывал этот зеленый, а потом в своей работе я его приглушила. Дело в том, что этот цвет высыхает так красиво, что он будет соперничать вместе с моим фокусом. То есть, с тем местом, куда я хочу, чтобы человек смотрел. Я не хочу, чтобы человек смотрел вниз бумаги, рассматривал красивый цвет, а потом пытался увидеть что-то еще. Мне надо, чтобы зритель посмотрел сразу вот туда, в центр. Это световое пятно. Подумал, что там происходит, а потом еще разыскивал какие-то другие интересные моменты. Потом еще один момент. Ох, как хочется взять красивый цвет и вот здесь рисовать эти деревья. Это, кстати, будет задний план для деревьев. Как же хочется взять красивый зеленый, там его внедрить туда. Может, еще какой-нибудь красивый цвет. Но дело в том, что когда мы смотрим вот так против светового пятна, все становится темное и серое. Красивый цвет видно тогда, когда освещение сбоку. Когда освещение сзади, то обычно все либо засвеченное, либо слишком контрастное. А когда освещение перед нами, вот как сейчас, там, скорее всего, закат. И получается, мы смотрим вот туда, на этот закат. То в этом случае все становится более серое и даже более темное. Я сейчас стараюсь не затемнить, чтобы этот задний фон для деревьев был как-то посветлее. Но если бы это была фотография, то все это было бы просто черное. Или там, скажем, коричневое. Но все эти пятна, это все было бы очень темное. Но так как это все-таки акварель, я пытаюсь ее делать посветлее. Надо было, наверное, сказать это вам в начале, но ко мне мысль пришла только сейчас. Это работа не с фотографией. Я в прямом смысле слова вот сейчас перед вами сочиняю то, что я изображаю. Ну, конечно, я ландшафтов уже достаточно много сделала, и, наверное, есть элементы повторения. Брызгать я вообще люблю. Когда я рисую что-то чисто для себя, не для того, чтобы кому-то показать, и когда я не переживаю о том, чтобы работа понравилась, то я ее иногда так забрызгиваю, что вообще непонятно даже, что было в начале. Вот эти деревья с левого бока, их надо очень аккуратно делать. Я не хочу, чтобы вот деревья на первом плане в углу привлекали внимание. Поэтому там должен быть намек, чтобы было понятно, что там деревья, но, опять же, чтобы не было ничего такое, чтобы стоять, рассматривать и говорить, ой, какие красивые деревья. Поэтому я провела все эти стебли сначала, а потом я их забрызгала, чтобы оно растеклось. Позже я добавлю еще чуть-чуть туда краски, но, в принципе, они вот такими и будут. Они будут как типа духами деревьев. Примерно то же самое я буду делать и с этими деревьями. Сначала я им делаю стволы, а потом эти стволы мы будем обляпывать и обрызгивать. Я бы сказал растушевать, но это не растушевать. Я так думаю, что растушевывают обычно кисточкой. А дальше по мере добавления элементов и по мере высыхания краски фокус начинает пеняться. И я всегда держу в голове, что я хочу держать в фокусе и периодически добавляю детали, которые нас возвращают обратно в этот фокус. И вот этот темный передний план именно такую роль и несет. Из-за того, что здесь впереди темно, глаза будут смотреть туда, где ярко, туда, где светло. И вот здесь на среднем плане будет очертание берега. Но на самом деле это передний план. И это потому, что то, что внизу, это просто теневая заставка, что ли. То, что нас вводит во внутрь картины. И это стандартный и очень распространенный прием. Я слышу от людей, что передний план – это вот то, что вот здесь впереди, внизу, а потом дальше, выше, и дальше, и выше, и дальше, и вот так типа все удаляется. Но на самом деле передний план начинается вот от одной трети, от низа работы. А все, что перед этим – это как вводная часть в эту работу. Но с другой стороны, нам всем надо помнить, что правила существуют для того, чтобы их нарушали. И все художники, которые стали великими, да зачем нам даже великими, просто которые производят интересные работы, это именно те художники, которые нарушают эти правила. Но одно дело – нарушать правила так, как будто, ой, это ошибка, я не знаю, как правильно, а другое дело – их нарушать так, чтобы всем было понятно, что этот человек именно это и хочет сделать, именно это хочет показать. А для этого надо не бояться темного, не бояться яркого, не бояться резкого. Большинство людей, которые работают акварелью, боятся темного цвета. И очень часто эти акварельки получаются, как одна моя учительница говорила, среднего тона. Правда, у нас с вами может быть еще одна проблема – это бумага. Если художнику недоступна хорошая бумага, а хорошая, я имею в виду, такая, как Арчес, или как Фабриано Артистика, и я говорю только о стопроцентном хлопке, то да, тогда возникают сложности. И это потому, что на целлюлезе темный цвет очень часто высыхает грязно, а мы все боимся грязи. И как только люди видят грязь, они думают, что ой, все, я не умею рисовать, либо другие, кто смотрят на эти работы, думают, что о, вот он не умеет пользоваться акварелью. А на самом деле это лимитация бумаги. И вот сейчас, когда я ввожу темный, особенно темно-зеленый, потому что у зеленого есть такое свойство высыхать грязно, то я очень рискую все это вообще полностью испортить. За свою жизнь я уже столько испортила бумаги и красок, и разных работ, и даже кисточек, что мне уже ничего не страшно. Вы знаете, когда мы делаем вот такие деревья на заднем плане, то очень хорошо выходит, когда кисточкой заляпывают. То есть, не дотрагиваясь кисточкой, вот как я сейчас методом тыка, а именно ляпая. Но дело в том, что я сейчас в комнате, и это уже достаточно поздно, я не хочу создавать грязь, потому что эта краска начинает летать везде. Даже с тех маленьких невинных брызг, которые я делал раньше, вокруг меня уже достаточно все в краске. Сейчас очень хорошо видно, как сразу поменялся фокус. И вот именно туда, в этот средний план, который сейчас уже явно становится передним планом. И это происходит только из-за сочетания темного и светлого. И получается, что когда вы создаете задний план, вам надо сразу уже иметь в голове, где вы хотите светлое пятно. И получается, что это светлое пятно вообще на заднем плане, оно вообще там далеко, там, где закат, там, где горизонт, или за горизонтом, скажем так. Но это надо сразу иметь в голове. Эта работа в принципе уже окончена. Я ее уже поместила в инстаграм. И спасибо всем, кто поставил лайк и написал комментарии. Мое видео на этом подходит к концу. Я хочу поблагодарить всех, кто просмотрел мое предыдущее видео и оставил такие замечательные комментарии. Мне очень повезло с публикой. большое вам всем спасибо. И если мой двигатель для искусства, для рисования, для акварели живет где-то там у меня внутри, то мой двигатель для производства этих видео это вы. И если бы не ваши замечательные комментарии, наверное, я бы эти видео не делала. На этой ноте я буду прощаться. Удачи вам в вашем творчестве, да и вообще во всем вашей жизни. До свидания. Возвращайтесь на мой канал. Возвращайтесь субтитры, 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 Продолжение следует...